Приветствую вас, мои юные кулинары! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом энергетических батончиков. Делаются они очень легко, хранятся долго, их можно брать с собой в качестве перекуса, когда нет возможности полноценно поесть, а голод уже начал кушать вас. Пара таких батончиков наполнит вас энергией до следующего приема пищи. Также ими можно полакомиться с кофе или чаем в качестве полезного десерта. На сухой сковородке на среднем огне я обжариваю 400 граммов овсянки, то есть овсяных хлопьев. Все продукты будут в описании с граммовкой, но не обязательно соблюдать в этом рецепте точную граммовку. Этой овсянки у вас может быть больше или меньше, так же как и сухофруктов. Процесс недолгий, занимает минут 5, овсянка становится чуть более золотистого цвета, и я ее перекладываю в отдельный тазик, чтобы она слегка подостыла, и далее займемся фруктами. Изюм и чернослив я заранее замочила в горячей воде минут на 15, это необходимо для того, чтобы избавиться от остатков какого-то песочка, и для того, чтобы сухофрукты стали помягче. И далее я их откидываю на дуршлаг и хорошо промываю. И затем нужно будет их обсушить. Так как нам не нужна лишняя влага, сухофрукты необходимо хорошо просушить. Я для этого использую кухонные полотенца, выкладываю на них сухофрукты, слегка придавливаю, так скатываю рулетиком, и оставляю на некоторое время обсохнуть. Мы затем их будем еще измельчать в процессоре. А пока займемся орешками. Сегодня я возьму 200 граммов грецких орехов. Вы можете, конечно, использовать любые орехи, какие вам нравятся, либо делать смесь из них. И в импульсном режиме, в процессоре, я их измельчаю до таких средних кусочков. А далее, опять же, на сухой сковородке, на той же, которой мы обжаривали овсянку, также на среднем огне, нужно слегка обжарить и орешки. Все время помешивайте, не отходите, следите, чтобы они не подгорели. Это будет неприятно, горько, и, в общем, партия будет испорчена. Поэтому перемешиваем, следим. И вот я вижу, еще остались некие крупные кусочки, которые я решила доломать руками. Еще одной фруктовой составляющей моих батончиков будут финики. Я их очень люблю. Кроме того, финики невероятно полезны. В них много микроэлементов, витаминов, так необходимых для нашего здоровья, иммунной системы, красоты волос, с ногтей, кожи. И, кроме того, финики дают такую приятную тягучесть и вязкость нашим батончикам. Финики я очищаю от косточки и складываю в процессор. Их нужно будет также измельчить. Если вы купите финики уже без косточек, очень настоятельно вам рекомендую проверить на предмет, не осталось ли кусочка косточки в этих финиках. Потому что если она попадет в процессор, то ваш нож процессора может поломаться. У меня, к сожалению, уже был такой печальный опыт. Финики я измельчаю на средней скорости и проверяю, какие кусочки меня устраивают. Ну вот что-то вроде этого. И все наши готовые ингредиенты мы отправляем в тот самый тазик с овсянкой. Пришла очередь наших просушенных сухофруктов. Изюм я сразу отправляю в тазик. А чернослив необходимо будет измельчить также до средних либо мелких кусочков. Как вам нравится. А что же соберет нашу смесь воедино и не позволит ей рассыпаться при нарезке и укусе? Конечно же, арахисовая паста. Я беру вот такую баночку, она весит 450 граммов. И в сотейнике слегка ее растоплю. Можно добавить, конечно, и в таком виде, но будет гораздо труднее все это перемешивать. И в этом же сотейнике я растоплю одну столовую ложку меда. Конечно, сухофрукты сами по себе сладкие, но добавление вот этой столовой ложки меда придаст именно тот баланс сладостей, который мне нравится. Батончики не будут приторные, они будут достаточно сладенькие. Мед я также топлю для того, чтобы легче было перемешать всю эту смесь. Наконец, процесс сборки нашего энергетического тазика закончен. И все это нужно хорошенько перемешать в однородную смесь. Очень удобно делать это в перчатке, но не в такой, которая у меня. Она у меня все время сползает. Это кулинарные перчатки, но есть перчатки по качеству гораздо лучше. У меня просто этих целая пачка японских перчаток. И я пока ими пользуюсь. Но как только мне это надоест, наверняка я куплю другие. И тут я вспомнила, что не добавила ванилин и щепотку соли. Ваниль, конечно же, по вкусу. Я ее очень люблю и всегда добавляю в выпечки. И продолжаем процесс замешивания. Я проверяю, достаточно ли хорошо я перемешала. Этой массе можно придать любую форму, в том числе маленьких кругленьких конфеток, которые можно обвалять в кокосовой стружке. И уже это будут не батончики, а конфетки. Все, мы готовы к процессу формирования. Мы берем подходящего размера форму, выстилаем пергаментом и всю эту смесь выкладываем на нее, хорошенько утрамбовывая. Вот так вот. Чтобы поверхность была ровненькая, а внутри не было пустот, я хорошенько прохожусь сверху толкушкой для картошки. Процесс закончен. Эту форму нужно будет поставить в холодильник минимум на час для стабилизации. Час прошел. Эту смесь я достаю из формы и буду превращать, собственно, в батончики. Разрежу ее на симпатичные брусочки и сложу в контейнер для хранения. Храним мы эти батончики, конечно, в холодильнике. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот что в результате получилось. Посмотрите, как они хорошо держат форму. При этом они не жесткие и очень легко кусаются. Друзья, наверняка фитнес-батончики, мюсли-батончики вы покупали в магазине. Попробуйте свою домашнюю версию. Во-первых, она гораздо экономичнее, ну и во-вторых, уверенно вкуснее, так как вы можете использовать свой любимый набор ингредиентов. Ну а на сегодня я с вами попрощаюсь. Кто еще не подписан на мой канал, пожалуйста, сделайте это. Поставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Ну а пока-пока. До новых встреч, друзья. Обняла!